Ну, вы знаете, я всегда стараюсь искать в истории какие-то аналогии. И мне кажется, что сегодняшняя ситуация напоминает ситуацию между двумя мировыми войнами. Страны стали сворачивать свободную торговлю. Первый шаг сделали, как всегда, Соединенные Штаты. Принят закон, который резко повышал импортные пошлины. И уже затем постепенно другие страны, прежде всего европейские, тоже стали вводить повышенные импортные пошлины. Таким образом, мир вошел в состояние торговой войны. Объемы торговли резко упали. Расчеты в валютах резко тоже снизились. Даже эти меры, они не только не помогли выйти из экономической рецессии, но наоборот, эту экономическую рецессию усиливали. Так что я не исключаю, что когда все экономические средства борьбы с рецессией и с экономическим кризисом оказываются исчерпаны, тогда вспоминают про войну. Людей на планете слишком много. Демография слишком быстро растет. Надо как-то остановиться, тормозить демографический рост. Достаточно одного миллиарда человек на планете. Сегодня мы живем в таком мире, где каждый человек, он подобен салфетке. Его берут, высмаркиваются, выкидывают и берут следующую салфетку. Вот примерно так же будет обстоять дело и с избыточной армией работников. Армия это точно избыточная. Поэтому будут всякими способами сокращать численность рабочей армии. Ну и, конечно, особой заботы об этом работнике быть не может. Вот. Так что это все будет очень жестко. И вообще, вот, знаете, мы 30 лет живем в условиях какого-то такого псевдорынка, где нам насаждали и продолжают насаждать мысли о том, что высшей целью являются деньги. Для хозяев денег, деньги — это средства. Они хотят стать хозяевами мира. И поэтому, когда они достигнут своей цели, то деньги, собственно, отомрут. Они не нужны будут. Поэтому мы должны понимать, что живем в мире лжи. Поэтому если мы вот над этим задумаемся, и если мы как-то включим какие-то фильтры, тогда есть шанс на то, что мы начнем восстанавливаться, мы начнем выздоравливать. И мы тогда по-другому будем воспринимать окружающий мир. И есть тогда надежда, что мы действительно сумеем противостоять этим планам. Россия регулярно, систематически платит дань победителям. В данном случае это Западу и особенно Соединенным Штатам. Россия регулярно вывозила товаров больше, чем импортировала. Соответственно, происходило и происходит накопление валюты. Казалось бы, вот вам валюта для того, чтобы развивать страну. Но вот, скажем, в отдельные годы у нас сальдо торгового баланса составляло 200 миллиардов долларов. Сегодня намного меньше, намного меньше, меньше 100 миллиардов долларов. Я сейчас точную цифру не помню. Но эти деньги испаряются. Эти деньги куда-то испаряются. За 100 миллиардов долларов в год можно было провести реиндустриализацию всей страны. Ну, тут вспоминается индустриализация 30-х годов. Мы не имели такого количества валюты, которая сегодня поступает в Российскую Федерацию. Но если тогда каждый день в строй вводилось по два новых завода или фабрики, то сегодня, наверное, обратное. Каждый день банкротятся, наверное, с десяток предприятий разного калибра. А может быть и больше. Нет. Я думаю, что каждый день банкротятся фирмы, предприятия, компании, число которых измеряется десятками и сотнями. Вот такая вот моровая язва пошла по российской экономике. Вот эти самые мантры. Нам нужны иностранные инвестиции. Страна грабится из года в год. Если мы посмотрим на сальдо движения частного капитала, то мы увидим, что это сальдо систематически отрицательное. Это сальдо, ну, где-то так 47 миллиардов долларов. Со знаком минус. Со знаком минус. Нам говорят, смотрите, какие мы хорошие, какие мы предусмотрительные, какие мы устойчивые, мы накапливаем золотовалютные резервы. А ведь это обман, это ложь. Фактически под прикрытием этой мантры мы практически бессрочно и почти беспроцентно кредитуем другие страны. Я говорю почти беспроцентно, потому что мы накапливаем казначинские бумаги, процентные ставки по которым составляют меньше 1% в год. Понимаете? Потому что в других странах ключевые ставки центральных банков, ЕЦБ, Банк Японии, Федеральная резервная система США, они находятся около нулевой планки, так что мы фактически платим дань. Но мне хотелось бы сейчас немножко подвести сальдо бульда. Значит, кроме 100 миллиардов, еще надо иметь в виду, значит, отток капитала в виде накопления резервов, это тоже, считайте, в среднем там на год получается 30-40 миллиардов. Да, есть отдельные годы, когда там происходит не накопление, а расходование, но если брать длинный тренд, то все-таки это отток капитала. Отток капитала, прикрываемый благообразными аргументами. И вот это вот самое страшное. Это даже страшнее, чем там какие-то потери, скажем, налогов в бюджет. Домоклов меч замораживаний, он висит. И то, что, значит, кто-то в Кремле, кто-то во власти разрешил и продолжает разрешать регистрировать российские компании в офшорных юрисдикциях, это просто государственное преступление. Это алчность, это вот жажда денег, это вот готовность нарушать любые, даже не заповеди там божьи, а просто самые элементарные нравственные нормы. Вот когда у людей возникнет отвращение ко всему этому, вот тогда, наверное, все это и закончится. Иначе я не вижу смысла. Я знаю, что есть эксперты, которые говорят, что пострадает больше Китай, или наоборот, что пострадает больше Америка. Я думаю, что тут будет просто идти игра с переменным результатом, но в целом, конечно, лузерами будут идти и другие. Ну, конечно, некоторые думают, что Китай будет компенсировать свои потери за счет России. И, с другой стороны, некоторые рассчитывают, что Россия, значит, негативные последствия экономических санкций будут компенсировать тоже за счет Китая. Наверное, отчасти такая версия имеет право на существование, но мне хотелось бы сказать, что все-таки я всегда привык мыслить не чисто экономически, а геополитически. Я, к сожалению, опасаюсь, что торговая война может перерасти в горячую. И тогда уже все наши рассуждения о том, кто потеряет, а кто выиграет в этой торговой войне, они будут достаточно бессмысленны. Ну, американцы, собственно, к горячему сценарию готовятся. Вы понимаете, прежде всего они, конечно, позволяют себе такое хамство в тех странах, которые никак на это хамство не ответят. И даже, ну, как бы никаких вербальных протестов не будет. Взять Армения. Значит, в Армении у нас посольство насчитывает около 60 человек. Насколько я так понимаю, что это те лица, которые имеют дипломатический статус. А вот американское посольство там по разным оценкам насчитывает от двух до двух с половиной тысяч персонала. И вы понимаете, меня, честно говоря, это удивило по той причине, что, в общем-то, Армения, она является одной из стран постсоветского пространства, которая вроде бы находится, как бы, с нами в хороших союзных отношениях. Является членом Евразийского экономического союза и так далее, и так далее. Ну, неужели наше Министерство иностранных дел не видела, что происходит в Ереване? А ведь там на открытии этого посольства, нового комплекса, тоже достаточно мощный, такой, образно выражаясь, бронированный объект, там даже предусмотрен специальный корпус для морских пехотинцев. По некоторым данным, в этом корпусе на сегодняшний день находится 600 морских пехотинцев. И даже одна из публикаций сказала, в центре Еревана находится военно-морская база Соединенных Штатов. И вторая функция этого, значит, укрепленного объекта, это разведка в регионе, это Турция, это Иран, это Азербайджан, это Грузия, это, наконец, Российская Федерация. Это вот... у Армении ничего нету, особенно природных ресурсов особо нету, торговля Соединенными Штатами в диапазоне 100-200 миллионов долларов ежегодный оборот, инвестиционный проект, единственный, они там, значит, продали американцам гидроэлектростанцию свою, все, то есть экономических особых интересов у Америки нету, но военно-геополитические цели там преследуются Соединенными Штатами. Дело в том, что надо понимать, что кризис – это неизбежная корректировка тех дисбалансов, которые складываются в экономике. Но, значит, можно немножко ускорять наступление кризиса, можно немножко, наоборот, оттягивать. И вот хозяева денег, они знают эти технологии, и я не исключаю, что они могут приурочивать этот обвал к определенной дате, которая стоит в их оккультно-каблистическом календаре. Два клана хозяев денег дрались-дрались, и в конце концов хозяева печатного станка ФРС победили тех, кто контролировал золото. Ну, обычно ассоциируют с хозяевами печатного станка ФРС Рокфеллеров, хотя, конечно, круг таких хозяев денег гораздо шире, там разные имена. Ну, а вторую группу ассоциируют с Ротшильдами, хотя тоже там далеко не всегда Ротшильды, там куча других интересных людей. Но как бы там ни было, значит, победил первый клан, а второй клан оказался проигравшим. Проходит, значит, примерно, да, собственно, вот сегодня у нас на календаре 21-й год, 45 лет. И вот есть признаки того, что золото все-таки не желает становиться биржевым товаром, оно хочет вернуть себе статус денег. Особенно учитывая, что как бы американский доллар себя уже исчерпал. И, соответственно, конкурентные позиции золота, они возрастают точно в той же мере, в какой мере слабеет американский доллар. Даже те, кто еще цепляется за доллар, они прекрасно понимают, что доллар все равно долго не протянет. И поэтому они, не афишируя, как бы готовят запасной аэродром. Сегодня неожиданно начинаешь обращать внимание на те моменты, мимо которых все время проходил мимо. Ну, значит, статуя свободы. Статуя свободы – это был подарок французских масонов, американским масонам, по случаю столетия американской революции. Американская революция произошла в 1776 году. Ну и, значит, установка статуи свободы, она предполагалась в 1876 году. Там произошла некая заминка, поэтому реально, значит, эта статуя стала красоваться на фоне Нью-Йорка только в 1886 году. Что это за статуя? Это статуя, которая, в общем-то, является ремейком очень старинных образов всяких языческих богинь. Ну, например, Изида или другие богини. Вот, не поленитесь, посмотрите в интернете, есть просто фотографии, и диву даешься. Вот эти некоторые богини, богини инфернального мира, богини смерти, вот, они чисто внешне похожи на статуи свободы. Статуи свободы. Вот эти самые семь лучей, которые исходят из короны, вот, все это было, и многие сравнивают эту статую свободы также с вот этой французской Марианной, которая стала символом французской революции 1789 года, в частности, картина Делакроа где-то там на баррикадах. Путаны, если так можно выразиться. Значит, ну, тогда Путаны были в почете. Значит, вы знаете, что собор Барижской Богоматери был превращен в такое место поклонения Богу или богине свободы, богине разума. Там какая-то голая актриса, значит, сидела и собирала всякие пожертвования и так далее, и так далее. В общем, вот такая вот была революция. И французы где-то к середине 19 века закисли. Они рассчитывали, что... Я имею в виду французы-масоны. Они рассчитывали, что все будет развиваться по нарастающей, в плане свободы, в плане декристинизации общества. А там начались отказы. Вот так называемая Вторая империя и так далее. Вот. Они явно закисли. И у них, конечно, ставка была уже на Америку. И вот они решили так морально, духовно, как хотите, поддержать Америку и решили сделать американским масонам такой подарочек. Подарочек, кстати, очень дорогой. Весил этот подарочек 156 тонн. Очень там много было меди. Медь была дорогая. Привезли туда. И вот что очень показательно. Я просто читал историю этой статуи. Американцы не особенно-то были готовы к тому, чтобы ее устанавливать. Потому что под эту статую там отрывался гигантский постамент. Вот в этом Гудзоновом заливе. Необходимо было собрать вот эти там сколько? 350 деталей, из которых надо было опять собрать эту Вавилонскую Гудницу. По сути дела, это зеленая икона, которая в миллионных, миллиардных экземплярах гуляет по всему миру и заражает этот мир вот этим своим оккультным духом.